you тем шаблоны на фреймворке ул кит богаты стилями давайте в этом видео посмотрим насколько же данный шаблон богат стилями меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так я продолжаю серию уроков про you тем шаблон на фреймворке ул кит шаблон ю макай мы движемся потихоньку по порядку и следующие на чем я бы хотел остановить свое внимание и показать возможности шаблона это стиле давайте сюда перейдем и начнем по порядку смотреть на самом деле это одновременно хорошо и одновременно плохо если вы не привыкли еще к этому шаблону если вы плохо знаете английский потому что здесь вроде бы тонко можно все настроить все можно абсолютно посмотрите это все только категории вот этот весь список кликнув по каждому пункту мы попадаем еще на один пункт где все очень тонко настраивается попробуй в этом во всем разберись конечно здесь придется посидеть повозиться если вы хотите детально настроить свой шаблон естественно не будет смысла если я буду рассказывать абсолютно каждой настройки я лишь расскажу принцип какие-то ключевые моменты изменим цвета там размер и так далее чтобы просто понимать как работать с вкладкой стиле и и первое чего хочу начать это вот сверху да то есть есть такая вот здесь птичка предпросмотр во первых мы можем просто видите здесь на странице обновляется здесь мы можем посмотреть все возможности шаблона то есть какие-то элементы как навигация выйдет выглядит какие есть блоки цвета блоков да можете сами посмотреть это по сути все возможности в плане дизайна здесь показаны и вот здесь вот как раз таки когда мы то есть кликаем вот сюда у нас всплывает такое окно и на самом деле здесь достаточно богатый выбор предустановленных стилей то есть не обязательно копаться на вот в каждом этом пункте вот если вы хотите индивидуально настроить то здесь очень много всего возможно вам понравится если мы выберем что-то из готовых вариантов предустановленной стиле то есть где все уже как бы заготовлено по цветам по дизайну в какой-то готовый шаблон и здесь на удивление достаточно много посмотрите кручу ползунком огромный список причем здесь можно отсортировать даже по категориям то есть там dark например там светлый там вот например dark надо исчет из из темных выбрать сочетание цветов вы сразу можете видеть там желтый серый там красный какие цвета и это все достаточно применимо очень быстро то есть вы достаточно просто кликнуть вот сюда вот в какую-то область у нас обновляется страница и вы видите все что мы до этого настраивали у нас уже как-то подстраивается под дизайн если не понравился вариант опять же смотрим что возможно вас заинтересует еще мне больше как-то присущие светлые варианты и у нас подгружается светлый вариант решили оставить такой вариант то есть вы можете сохраниться пойти на фронтальную часть сайта посмотреть погулять по страницам если все нравится можете просто принципе оставить и двигаться дальше но если вы хотите детально настроить придется здесь во всем разбираться также здесь есть самом низу кнопка сбросить в состоянии по умолчанию и экспорт настроек то есть вы настраивали шаблон под себя если вам надо экспортировать этот в готовый вот такой файл чтобы потом использовать его на другом сайте на подобном шаблоне то есть сразу подгрузить все стили это легко устроить и также здесь есть кнопка мои стили то есть вы все настраивали может назад нажать вот здесь на кнопку сохранить настройки здесь будут предустановлены ваши настройки соответственно я не буду сохранять оставлю то что у меня было и давайте я покажу как работают именно тонкие настройки стилей во первых вы должны обратить внимание когда вы наводите мышь на какие-то элементы например не на все иногда это может быть какой-то элемент нижней часть сайта например global обратите внимание в глобальных настройках вы настраиваете типографию то есть фонд family это шрифты изначально стоит вы видите роботов здесь есть готовый список огромный ну не шибко огромный но не боль не маленький предустановленных настроек опять же надо смотреть выбирать стиль и смотрите здесь сколько всего каждый параметр за что-то отвечает дальше внизу по цветам видите эти кругляша да это все настраивается то есть кликну по цветам выскакивает палитра где мы можем тонко настроить какой-то цвет и все по сути методом тыка потому что если вы английский плохо знаете придется здесь все разбираться вот смотрите я к примеру покажу здесь на глобальных например с цветом вот color первый цвет вот здесь color если мы кликаем например смотрите я выставляю зеленый страница обновляется и как понять да надо просто смотреть то есть сейчас выбран не зеленый у меня вот этот ползунок я выдвигаю в самый верх чтобы вы прямо увидели чтобы вот здесь был зеленый обратите внимание весь текст эту кнопка печать ну то есть контент наш абсолютно только именно контент видите не все зеленое а именно цвет контента то есть не понравилось поставить другой цвет или нажали отмена отмена в данном случае у меня не отменяется я поставлю вот обратно серый цвет и так далее то есть link вот надо хотя бы базово понимать английский язык link это ссылки link hover color то есть цвет ссылки hover это при наведении у меня в данный момент здесь ссылок нет чтобы я вам показал но возможно вот эти ссылки поменяются link hover color можно попробовать берете совсем отличный цвет чтобы сразу видеть результат но скорее всего это вот не этот цвет а ну вот он при наведении вот он именно hover то есть при наведении вы видите меняется цвет то есть вернуть цвет вот он это наша палитра была давайте я возьму опять зеленый чтобы прям наглядно было видно то есть ссылка при наведении вот обратите внимание я навожу эти ссылки зеленые причем навигация на навигацию это не действует это действует на ссылки ссылки в статье будут ли они менять цвет опять же ссылок нет надо добавлять ссылки в статьи чтобы смотреть будет ли работать потому что возможно для этого будет 10 другой параметр то есть и так далее то есть например у нас вот есть верхушка тулбар да у нас казалось бы там мы выбирали какие-то цвета но на самом деле произвольный цвет мы можно спокойно задать например перейдем в тема вот он например тулбар заголовок всей секции настроек смотрите background background это заливка background это это фон background переводится как фон то есть вот у нас фон вы видите серый здесь он тоже видно серый например я его сделаю вот прям ярко-оранжевой страницы час обновиться посмотрим вот вы видите наша тулбар вот эта верхняя полоса она стала оранжевой то есть вы можете настроить абсолютно все индивидуально под себя надо конечно придется здесь потыкать посмотреть и обратите внимание как еще можно ориентироваться какие настройки за что отвечают при наведении на некоторые вот опции например на тема обратите внимание тоненькой синенькой рамочкой подсвечивается каркас сайта говорящий о том что скорее всего эти настройки будут действовать опять же да надо понимать что на этот вот каркас просто вот попробуйте мышкой понаводить на разные элементы например вот он articles то есть это работа со статьями вы видите подсвечивается сильной рамкой если мы сюда зайдем то здесь тоже и шрифты настройки всевозможные отступы все что угодно все здесь настраивается индивидуально я считаю что это не совсем удобно сделано здесь надо реально посидеть и все настроить и при этом сделать выдержку шаблона выдержку на дизайна чтоб все было гармонично чтобы дизайн смотрелся профессионально они набор какой-то палитры школьный и так далее возможно для новичков и для быстродействия вы выберете себе здесь какой-то вариант потому что здесь действительно боль богатый выбор предустановленных стилей думаю на этом урок о стилях можно и закончить вам лишь остается здесь если вы хотите разобраться в каждой опции в тонкой настройке стилей да просто надо сидеть смотреть если вы знаете немножко английский вам конечно это будет намного проще разобраться потому что прямо по названию по например батон эта кнопка да сразу будет понятно она причем у нас и подсвечивается эта кнопка подробнее при наведении вы видите она подсвечит как я и говорил значит все эти настройки должны относиться именно кнопки посмотрите как много здесь этих настроек потому что здесь настраивается каждый стилю вы помните в мы выбирали изначально каждый стиль кнопки название вот они жирным цветом и туда там при море danger и соответственно когда вы предустановлены стиль например выбрали danger значит вы danger и настраивать то есть именно тонко настроить стиль danger причем абсолютно своими цветами то есть все абсолютно тонко здесь можно настроить на этом уроке поставлю паузу и увидимся с вами в следующем видео